сегодня в разных изданиях появились публикации о том что фсб россии рассекретила документы из которых стало известно у гитлера в сорок пятом году были планы применить атомную бомбу против ссср успели ли вы изучить все опубликованные документы если да вот ответите тогда на вопрос с учетом этих планов могла ли та война пойти по другому сценарию и закончится по-другому с учетом того что мы теперь знаем действительно потрясающая информация но я я изучал историю отечественной войны еще в советской школе и изучали достаточно хорошо но вот это для меня стало своего рода откровением эта информация о том что до возможного применения ядерного оружия фашистской германии оставался месяц-полтора если бы в мае месяце вот но дело в том что первое что и сделал я зашел на сайт фсб российской федерации про и перепроверил потому что эта информация кому интересно в принципе она присутствует на сайте причем присутствуют эти желтые листочки следственных действий с представителем осужденной нюранбергским прибывал в такой организации как сс то есть показания дает генерал-лейтенант сс значит хотя он занимал достаточно странную должность глава глава пропаганды нсдп то есть фашистской партии гитлера да тем не менее значит круг знакомств и круг доступа у него был достаточно высокий и вот по косвенным данным следователи установили что действительно ситуация была очень непростой и в общем то этот материал свидетельствует что возможность применения то есть я не совсем понимаю правда была ли это реальная ядерная бомба или речь идет о грязной бомбе да там то есть там где цепная реакция не происходит но тем не менее вот какие-то возможности у фашистской германии были а как если вы уже изучали домой тебя как они это хотели сделать и где если есть подробно то есть вот когда я знакомился с этим материалом то есть были две основные версии то есть доставки ядерных зарядов речь шла даже о территории сша кроме советского союза речь шла территории сша то есть в этих материалах утверждается что была проведена модернизация немецкой ракеты созданный фон брауном фау-2 оружие возьми пресловутые оружие то есть вот как оказалось значит вот эта информация не было фейковый на данный момент то есть реаль реальные подходы к созданию вот сложно сказать какой но ядерного заряда у фашистской германии получается были и способы доставки предполагалось два с помощью у немцев оказывается была в разработке модернизировая версия фау-2 крылатая ракета если если фау-2 это дальность там не более 300 километров фау-1 это 120 там она не всегда долетала до лондона и в принципе две трети одна треть ракета лондона не долетела запущенных то есть были проблемы технические но наверно наверно там вот во многих фильмах мы понимаем что там вы работали заключенные наверное там были какие-то акты саботажа значит первое первое это было ракетами да даже даже рассматривалась удар по территории сша через полюс то есть но но мне не совсем понятно 600 километров это недостаточно второй вариант второй вариант якобы у немцев были модернизированные бомбардировщики с повышенной дальностью но я полагаю что в этом случае вариант был только один то есть билет в один конец то есть по дальности они могли долететь условно говоря до промышленных центров ссср только в одну сторону без возвращения комикадзи да понятно что шел конец войны и наверное в общем то такой вариант и рассматривать последний шанс а вот этот вариант с авиации наверное да почему потому что вот это уже в принципе не секрет о фашистской германии на тот момент были реактивные истребители me 262 мистер шми 262 и они еще успели в мае месяце совершить несколько вылетов и вот эти истребители реактивные они готовились сопровождение вот этим модернизированным бомбардировщиком но наверное я полагаю эта информация будет дополнена история будет развиваться и мы узнаем новые подробности на эту ну мы должны понимать что каковы бы ни были планы у гитлера есть суровая реальность применила атомную бомбу соединенные штаты америки сбросили на хиросиму и нагасаки кстати именно в эти дни очередь 6 и 9 августа да годовщина 79 годовщина и кстати что интересно на траурных мероприятиях которые проходят в японии речь о том что сбросили бомбу не идёт на японские города да уже стараются совершенно не говорят а американские послы на американские и британские послы даже не собираются 9 числа приехать в нагасаки на траурные мероприятия насколько я помню был факт по моему клинтон приносил там свои извинения да но но это была одноразовая акция не точно да и не нет это этот момент был но это не превратилось в хорошую традицию да и я вчера увидел интересный сюжет на российском телевидении достаточно известный американский журналист майкл бомб который мелькает вот на первом канале значит он попытался оправдать применение ядерной бомбы то есть он сказал о том что императорская япония уничтожила большое количество корейских китайских граждан и если бы не применили бомбу то потери бы англо-американских войск были бы еще выше и поэтому применение ядерного оружия было оправдано но с моей точки зрения конечно это очень странное рассуждение и применение оружия которое уничтожает десятки тысяч жизни мирного населения просто не допустим а мне кажется вообще-то был эксперимент то есть бомба была и нужно было опробовать был хороший повод хотя понятно было что япония уже проиграет уже советский союз его практически там стер с лица земли скажем войска их до японские но эксперимент был проведен и ведь с теми кто остался жив в хиросиме в нагасаки американцы проводили эксперименты дальше они брали анализы крови там всех остальных биологических субстанций они изучали их поведение не изучая температуру тела то есть медики работали для того чтобы понять что делать дальше с таким оружием как она влияет на организм человека и что делать дальше чтобы она была еще более смертоносным да я знаю я знаю еще более жуткую историю один японский служащий в командировку поехал командировку хиросиму попал под ядерную бомбардировку хиросиме и когда вернулся в нагасаки вторично попал под ядерную бомбардировку причем самое самое интересное что он еще прожил какое-то время по поцеловану богом значит ну и туда можно поспорить да конечно счастье такое да с другой стороны два раза в одну воронку да тут сама в любом случае когда очень ужасные 100 когда это пытаешься представить визуально и вот и есть хорошие советские фильмы на эту тему я насколько помню есть потрясающий фильм а в главной роли играет соломен мелодия белых ночей когда приезжает японская балерина которая болеет лучевой болезнью в петербург и вот история любви вот in it и в сюда вплетается тема ядерной бомбардировки то есть вот действительно такое кино наверное надо показывать и чтобы не в японии не в соединенных штатах у нас я надеюсь все об этом помнят не забывали о том насколько важен мир в любой ситуации